Ну ты и тварь, твоя работа, ведьма! О чём ты говоришь, король? О диких карликах и в чёрной клетке? О стрелах мести, довольно неспосланных? Или о том, что каждый, кто имеет хотя бы глаз, чтобы увидеть кровь? Или ухо, чтобы плачь, Кримхельдой слышать? Или рот, чтобы с Кримхельдой плакать? Тот пойман на крючок её судьбы. Да, это так, как сом ленивый пойман, но пойманный рыбак. Он сам не рад добыче, средь камышей и отмели несётся в лекомой потревоженную рыбой, рискуя лёгкий потерять челнок, а с ним жизнь. Но нет пути назад. Как леску рыбаку не перерезать, ведь дома ждут его улова дети, Так и Кримхельде, колесницу мести, рукою примиренья не сдержать. Моя работа, да! Моя работа! Я плакала. Вот весь мой женский труд. Но для кого-то, кто укрыт от мира, считал невестным, ледяной пустыней, Моей тоски и солёные побеги, молитв поповских вытянулись выше. Моя работа нет, луковый рыцарь! Кримхельда только жилы и суставы. Я лишь мешок, набитый смрадным фаршем, Мечальная рассохшаяся бочка, Стрелы сгоревшие крепкий наконечник. Моя работа нет! Его работа! Он из моих рыданий сплёл печи, Чтоб наказать за вновше всё время, Которое не усмирило шаг. Когда погиб мой муж, прекрасный Зигфрид, Моя работа, да! Моя работа в моей руке теперь. Витая плеть. И мне позволено Хлестать столетия И вспять погнать Кровавых кобылиц!